МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеяла вся страна, автоматически становится хорошей. Так что в эфире только хорошие новости в нашей программе Чисто Ньюс. Смотрите сегодня в выпуске. Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты договорился о поставках оружия в Украину. Украина ожидает оружие в ближайшие месяцы, а пока президенту был передан пробник. Народный депутат Украины Александр Фельдман в решении украинского кризиса рассчитывает на помощь Израиле. Не, ну Фельдману, конечно, Израиль может и поможет, но на что рассчитывать остальным украинцам нам пока непонятно. Продолжим. Специально к Женевскому автосалону 2015 года Запорожский автомобильный завод подготовил супермашину. Гордость отечественного автопрома уверенно прошла все испытания и краш-тесты и полностью подтвердила свое умение варить самые вкусные эспрессо и американо. Гривна продолжает падение, и доллар перевалил уже за 30. В Министерстве финансов тут же заверили о кризисе среднего курса. Однако, когда курс достигнет 45, гривна будет ягодка опять. Теперь об этих и других новостях более подробно. Вчера возле Нацбанка Украины прошел финансовый Майдан. Митингующие требовали разобраться с постоянно растущим курсом доллара и отставки главы НБУ Валерии Гондаревой. Очевидцы поговаривают, что увидев такое количество обозленных людей, курс доллара от испуга сжался на несколько гривен. Протестующие перекрыли все входы и выходы в здание Нацбанка. Ведь, по их мнению, именно через эти двери идет главный отток валюты из страны. К стенам главного финансового учреждения митингующие принесли шины и бочки. Бочек с шинами оказалось не так уж и много, поэтому активисты требовали вернуть прежний курс доллара, чтобы на эти деньги купить больше шин и бочек. Сама же Валерия Алексеевна никаких заявлений по поводу ситуации. Со стабилизацией гривны не сделала. Однако, народные умельцы уже выложили в интернет ролик с предполагаемым выступлением главы НБУ. Так, что же сделал Национальный банк за час моего ключевства, и что мы будем делать в этом уроке? Посмотрев этот видеосюжет, наша программа решилась на беспрецедентный шаг И попробовала хоть как-то оправдать действия главы Нацбанка Украины В результате проведенного расследования нам удалось доказать, что самой Гонтаревой в связи со сложившейся ситуацией Ежедневно приходится трудиться буквально не покладая рук Это правда, посудите сами Для начала Валерии Алексеевне нужно собрать все имеющиеся у нее гривны и найти менялу, который согласится купить их по хорошему курсу доллара Затем срочно вернуться на работу в Нацбанк и понизить курс гривны до нового антирекордного уровня Потом взять все обмененные ранее доллары и найти другого менялу, который согласится поменять их по новому, выгодному для главы Нацбанка Курса И так, друзья, каждый божий день Поэтому давайте все-таки не будем осуждать эту бедную женщину, ведь ей и так приходится не сладко Мы продолжаем, и сейчас на очереди наша рубрика «Рот народов», в которой наш специальный корреспондент Евгений расскажет о том, как бороться с надвигающейся на Украину эпидемией гриппа и прочими болезнями Всем привет, Вася, кто не узнал, с вами Жека, Вася Я не зря напянул сейчас на морду эту фигню, потому что сейчас в Киеве ходит эпидемия гриппа, Вася А в наше время позволить себе болеть гриппом могут только очень богатые люди, Вася Я вам серьезно говорю, если раньше, допустим, достаток определялся тем, сколько раз в год ты ездишь за границу, то сейчас, Вася, сколько раз в год ты можешь позволить себе заболеть Серьезно говорю, неделя, Вася, на пляже в Турции и в палате Ахмадета одни и те же бабки, Вася Поэтому я жене так и сказал, заболеешь, Вася, и я тебя убью Она вот недавно себе врача вызвала, так он мне такой рецепт выписал, Вася Что мне захотелось после этого и ей, и ему, Вася, выписать Вася, с этими ценами в натуре некоторые лекарства потеряли свои лечебные свойства, Вася Бабушки, когда в аптеке смотрят, сколько стоит корвалол, Вася, они не успевают его купить, Вася, сердце раньше хопает Вот у меня кореш гипотоник, у него давление 60 на 40 Так ему, когда счет выставили за лечение, Вася, у него все показатели сразу вдвое выросли 120 на 80, как у космонавта получил Я вам серьезно говорю Он, кстати, был не против в космос полететь, лишь бы не платить Что я вам рассказываю, сейчас если руку сломал, ты не руку себе сломал, ты жизнь, Вася, себе сломал Поэтому единственный, Вася, недорогой способ, это тупо терпеть Возьмем, Вася, хотя бы обычную детскую болезнь, ветрянку, Вася Раньше как было, намазал зеленкой, Вася, и забыл А сейчас считаешь, каждая цяточка, Вася, рубас, детская болезнь Откуда у детей такое бабло, Вася? Так что остаются только народные средства Хотя, с повышениями тарифов на горячую воду, дышать паром стало тоже очень дорого Можно, кстати, в целях профилактики, вместо всяких антибиотиков Каждый день на ночь, Вася, перед сном выпивать стакан водки с перцем, Вася У меня, кстати, кореш так и делает, Вася, каждый день И что вы думаете? Уже год не болеет И врачи знаете, что говорят? Что еще год протянет, Вася Не зря же говорят, что антибиотики печень садят Он, кстати, по этому поводу не сильно парится Он почку продал, деньги есть, можно и печень подлечить Еще, Вася, говорят, что в качестве профилактики можно пятки горчицей намазать, Вася И в нос луковые фитилипа вставлять Я, правда, не понимаю, зачем Это что, типа, болезнь дебилов не берет или что? Короче, Вася, неважно, подытожим Значит, после моего последнего визита в аптеку, Вася И я понял, что самыми доступными лекарствами, Вася, на данный момент Являются пластырь, Вася и клизма Так что, господа, заклеиваем рот, Вася Затыкаем жопу, чтобы никакой микроб близко не подобрал С вами был Жерк, живите четко и не хворай Слышь, пацаны, жаропонижающее есть? Нету, Вася, а если найду? Спасибо, Женя, мы переходим к другим новостям А 23 февраля в администрации президента начались собеседования с кандидатами на должность директора национального антикровища Коррупционного бюро Главная его задача – раскрытие уголовных коррупционных преступлений в высших эшелонах власти Примечательно, что собеседование проводят чиновники исключительно из высших эшелонов власти Видимо, чтобы новый директор бюро мог познакомиться с фигурантами своих будущих дел лично Специальная комиссия приняла 176 пакетов документов от желающих возглавить департамент 60 претендентов отклонили сразу, так как в их пакетах помимо документов лежали шампанское и шоколад Серьезным стимулом для конкурсантов стало то, что следователи антикоррупционного бюро будут получать около 20-25 тысяч гривен Правда, когда выяснилось, что это за месяц, своей кандидатурой сняли еще 15 человек По мнению экспертов, больше всего шансов занять эту должность у главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса Так как в 2014 году доход его семьи составил 34 миллиона гривен То есть где-то в 30 тысяч раз больше, чем зарабатывает обычный украинец Комиссия надеется, что у господина Матиоса просто не хватит совести воровать на должности главы антикоррупционного бюро Продолжим еще одна интересная новость На встрече руководителей фракции с Арсением Яценюком Лидер радикальной партии Олег Ляшко требовал снять с народного депутата оппозиционного блока Александра Вилкула его дорогие часы Как заявляет сам Олег Валерьевич Ляшко, таким образом он призвал экс-регионала продать часы стоимостью в 30 тысяч долларов И вырученными средствами хотя бы частично залатать дыры в бюджете Однако есть и неофициальные версии произошедшего По одной из них господин Ляшко опаздывал на важную встречу И так как свои часы за 50 тысяч долларов он оставил дома То хотел узнать время, а у своего коллеги просто не очень точно сформулировал свою просьбу По другой же версии депутаты в ожидании премьера коротали время за игрой в крокодила По правилам которой нужно показывать загаданные слова Вилкул же, видимо, отказался показать слово «часы», чем очень возмутил Олега Ляшко Покажи воды Покажи воды Наша программа больше склоняется к последней версии, к версии крокодила Ведь лидер радикалов уже играл в эту игру с бывшим министром транспорта Николаем Ручковским И когда Ручковский показал туфли, Ляшко начал играть в эту игру с охранником режимного объекта На фоне всего увиденного наш добрый совет всем украинцам Если к вам, не дай бог, подойдет Олег Ляшко, лучше всего покажите ему хоть что-нибудь По мнению психологов его это на какое-то время успокоит И нам ненадолго, конечно, продолжим А Украину накрыла новая волна подорожания продуктов питания Так, например, цены на мясо повысились в среднем на 10% Здесь очень кстати пришелся недавно начавшийся Великий пост На время которого украинцы отказались от мяса, рыбы и молочных продуктов По слухам, для большего спокойствия граждан Кабинет министров уже обратился к духовенству с просьбой добавить в список запрещенных продуктов Хлеб, овощи и фрукты А также продлить пост вплоть до улучшения экономической ситуации в стране Ну или хотя бы до следующего поста Для того, чтобы выяснить, как в связи с этой новостью чувствуют себя простые украинцы Мы решили отправить на один из рынков столицы Нашего специального постоянного корреспондента Артема Артем, здравствуйте, что вам удалось узнать? Здравствуйте, друзья, я нахожусь на житнем рынке столицы Хотя, судя по здешним ценам, жить в столице становится все сложнее и сложнее Ну что, пойдемте посмотрим, что почем Сколько стоит череп? Я просто скидываю, я никому не скажу Ну сколько, ну скажи Да хорошо, сколько стоит 400 грамм череп? 400 гривен килограмм Хорошо Хорошо, а сколько череп стоили вчера? Вчера они стоили так же Ну там неделю, месяц назад Месяц назад было и по 250 По 250 А вот скажите, а чем череп, которые были неделю назад, отличаются от этих? Ничем Ничем Какая логичность? Моркево ценовых надо? Чем морковь сейчас? Восемь гривен Восемь гривен? Ага, а лук? Восемь Восемь гривен? Есть выбор? А хрен есть? Нет Пойду искать хрен, потому что за такие деньги хрен, что купишь А вы баранина это просто или что-то рекламируете? Нет, это баранина Ааа, внизу, не сверху, я понял А сколько стоит мясо сейчас? Сколько стоит печень сейчас стоит? 70 Баранья печень 70, да? А сердце сколько стоит? 40 40, да? Ага А почки сколько стоят? 20 20 Сейчас, в принципе, цены на продуктовом рынке уже практически сравнялись с рынком черной транспатологии Да Где-то так Ну, пойдем посмотрим О, пошли в молочку Сколько стоит, скажите? 40 гривен 40 гривен? А попробовать дадите? Конечно А ну чуть-чуть, дадите? Кусочек То гривен на 20, да? Еще десятка Слушайте, а если я вам, к вам 8 марта с девушкой приду? Так Вы нам попробовать дадите? И на один раз И не один раз? Да Крутяк, экономия Сколько лимона сейчас стоит? Лимон сейчас стоит, продается 50-45 гривен Мандарины? Мандарины продается 50 50? Да А хурма? Хурма 80-90 гривен Ты хурма себе Да Как жить с такими ценами? Да ну, хлопки мне Отвечает как правительство Как жить с такими ценами? Очень плохо Очень тяжело Ага, так а что делать? Что? Надо бежать Бежать? Да Бежать у этого У билу У билу У билу за сахаром Потому что дорожает сахар Дорожает сахар? Да Уже 15 Уже 15? Да Уже 15 Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь Потому что сахар-то уже 15 15 гривен 15? А может уже и 16? Пока мы говорили Там такие цены Увидимся Спасибо, Артем А мы переходим к другим новостям Если верить информационной службе Русская народная линия Неделю назад во всех храмах Крыма Провели молебен О благополучном проектировании И строительстве Керченского моста По одной из версий Молебен решили провести сразу После того, как стало известно Что тендер на проектировку и строительство Выиграли не зарубежные А отечественные специалисты Проектировщики заявили Что это только начало При строительстве моста Помощь со стороны религии Планируют использовать в полной мере Согласно плану строительных работ Уже 15 марта священнослужителям Нужно будет хотя бы на 2 часа Попросить воды Керченского пролива Раступиться Чтобы рабочим было легче забивать сваи А также строители очень рассчитывают на то Что все 4 года, пока мост строится Церковь наделит всех желающих Попасть в Крым Способностью ходить по воде Это все можно было бы считать Нашей фантазией Если бы не еще одна новость Из того же Крыма А вот ваше внимание В Крыму священники Помогают суду выбивать долги Знаете, по нашим данным Начали они с неплательщиков Алиментов И уже есть положительный результат Ну оно вот понятно Одно дело получить повестку А другое дело Кадилам по голове Но судя по этим двум новостям Все-таки крымские власти Надеются исключительно на Божью помощь Однако мы советуем нашему правительству Кое-что у них перенять Лично мы направили бы одного батюшку В Нацбанк Украины Лучше двух Да, просто судя по курсу гривны У этих людей ничего святого не осталось Продолжим, друзья К сожалению, на территории Украины Паровой транспорт пока еще не вели А бензиновый постоянно дорожает Что по этому поводу думают подрастающие поколения Мы решили выяснить в нашей рубрике Мелкие специалисты Как тебе живет вообще в нашей стране? Тяжело Тяжела она детская судьбинушка Как ты относишься к тому, что вот в феврале В два раза подорожает проезд Вообщественном транспорте Я не понимаю Не понимаешь? Не знаю, не буду ездить на общественном транспорте Два раза увеличится цена на проезд Вообщественном транспорте, слышала? У всех же машина есть Шок Ребенка в шок Какие виды общественного транспорта ты знаешь? Я знаю автобусы, метро Трамвай, троллейбус И автобус Троллейбус и такси Троллейбус, такси Есть такой общественный транспорт Кроме такси, знаешь, какие-нибудь виды общественного транспорта? Ну, есть метро, есть автобусы. Смешно. А почему именно слово «автобусы» вызывает у тебя улыбку? Не знаю. Ты когда-нибудь ездила на автобусы? Ну, иногда бывает. Почему? Когда мама на день рождения ездит. Ну, когда хочет немножко. Ну, да. Ну, понятно. Ну, мама с папой ездим на троллейбусы иногда. Что не ребенок-то у нас просто бедный. Только бабушка. Только бабушка. А в троллейбусе знаешь, кто ездит? А, кто? Бабушки. Бедненькие дедушки. Моя бабушка не бедненькая. Да, твоя бабушка ездит в машинке. Но ты знаешь, что теперь бабушка будет ездить не за 2 гривны, а за 4 гривны? Бабушка только за 5. Бабушка только ездит за 5. Серьезно? Да. У нее мелких нет, у бабушки, да? И есть. Есть? Но они ей не нужны. Кто виноват в увеличении цен на жизнь? Как ты считаешь? Люди. Люди. Что делать этим людям? Протестовать. Ты знаешь, кто такой кондуктор? Да. А кто это? Это водитель поезда. Ну, это не совсем. Там есть водитель поезда, да? А есть кондуктор тот, который ходит... Он ходит по перрону, потом заходит в вагон и собирает бюджет. Вот раньше он забирал 2 гривны, сейчас будет забирать 4, видела? Четыренька, когда он с ней забирает. Не забирает. У вас пятерочку съесть? Нет. А, сколько? Ничего не. А у вас ничего не забирает? Папа большой? Угу. Хорошо быть большим. Я бы дал 4 гривны в автобусе, и мама не дала. Ты бы дал 4 гривны в автобусе? Ты просто честный мальчик. Жаль, что таких, как ты, очень мало в нашей стране. То, что в два раза мы увеличим цены на билеты, от этого в метро ездить станет лучше? Ну, как сказать, если увеличить цены, значит, надо увеличить гарантию. Гарантировать людям, что, мол, ездить будет гораздо комфортнее. Да. Да? Но это должно быть правдой. Это должно быть правдой, а не брехать, как брешут, да? Да. Ну, кто у нас премьер-министр, знаешь? Нет. Не знаю, никто вас не знает. Кто у нас президент? Нет. Конечно, они меняются каждую неделю. Как ты думаешь, хорошо работать президентом? Нет. Плохо. Почему? Потому что ты не успеваешь все делать, и на тебя все злятся. Тебя никто не любит. Тебя никто не любит. Президент. Как ты считаешь, кто больше обманывает? Спикер, премьер или президент? Премьер. Премьер? Сяний Петрович. Дети. Все видят. Что ты посоветуешь нашему правительству вообще? Может, что-нибудь посоветуй. Я посоветую не пытаться завоевать чужие страны. Да. Спасибо нашим мелким специалистам. Ну, а сейчас небольшой обзор сети интернет, который посвящен мужской смелости. Все сегодняшние герои настолько смелые, что запросто могли бы претендовать на премию Дарвина, которую, напомним, вручают за самую глупую и нелепую смерть. Давайте же начнем. Вот, пожалуйста. Батут для настоящих храбрецов. Девиз этого аттракциона – один неловкий прыжок, и каждый друг получит пирожок. Ну, ребята, как мы видим, подстраховались. Крыша над батутом все-таки закрывается. Таким образом, можно не бояться упасть вниз. Нужно бояться разбить голову оверх. Идем дальше. Говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Ну, а три головы уже, видимо, перебор. На этом фото мы видим, как ребята решили сообразить на троих, при этом вообще не соображая. Тем, кто не видит, поясним, что вот это в центре бассейна на резиновых тапочках – это удлинитель, подключенный к сети. Если решите такое повторить, то сразу берите тапки белого цвета, они вам в любом случае пригодятся. Ну, и еще одно видео. Давайте посмотрим. Как видите, природа изо всех сил пытается сохранить этот редкий вид животного. Но человек – он потому и человек, что никогда не сдается. Не пытайтесь повторить все это в домашних условиях, а если все-таки пытаетесь, то сначала, пожалуйста, сфотографируйтесь. Вас, может, уже, не дай бог, конечно, не будет. Ну, а мы хоть посмеемся. Сейчас предлагаю посмеяться вместе с нашим коллегой из Одессы. На связи наш специальный корреспондент Сергей Середа. Здравствуйте. Вас приветствуют корреспонденты из Одессы. Как известно, каждый одессит очень любит свой город. Но настоящая любовь познается на расстоянии. И именно поэтому наш сегодняшний репортаж мы ведем из столицы Латвии, прекрасного города Рига. В Украине все беспокойны курсом валют, а в Европе все беспокойны. Тем более, ведь быть обеспокоенным – это стало национальным достоянием европейца. Но, тем не менее, мы походили, попытались узнать, сколько же все-таки предлагают местных обменников, за 100 украинских гривен. Итак, результат. Предлагают не задалбывать. Предлагают пойти куда подальше. Предлагают засунуть 100 гривен себе, так как это не то. А также предлагают спрятать деньги и не позориться. Кроме того, в Москве недавно прошел марш анти-майдана. Но мало кто знает, что в Риге в это время тоже проходил ряд марш. И таких, как пчелы за мед, бомжи против домофонов, митинг под названием «Цыгане гоу холм», а также митинг неуверенных в себе людей под лозунгами «Мы требуем, если вам не трудно, поднять нам зарплату, если, конечно, вы не против». Нам бы очень этого хотелось. Ну, конечно, если вас это не затруднит. И особое внимание мы хотим уделить митингу под названием «Рига. Исконно русский город». Ну и в конце хотелось бы сказать несколько слов по поводу безвизового режима Украины и Евросоюза. Ребята, эта штука пока не работает. С вами был корреспондент из Одессы. Чтоб все вы мне были здоровы. Напомним, что в эфире программа «Чисто ньюз». Программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. Сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений. И на третьем месте сегодня автогонщик, который использовал запрещенный прием обгона. На втором месте спортсмен, который проиграл неравный бой Эспандеру. А на первом месте сегодня гимнаст, который показал всем свое мастерство и не только. Извините. Спасибо нашим спортсменам. Ждем одних новых, еще более смешных, сомнительных достижений. На сегодня новостей больше нет. Программа «Чисто ньюз» желает вам мирного неба над головой. И родной земли под ногами. Смотрите нас завтра, сразу же после выпуска ТСН. До свидания. Берегите себя. Аплодисменты. Аплодисменты. Аплодисменты.